А не рано только июль же, а не в августе? Не, не рано уже, нормально. У Нулифар, так зовут продавщицу, арбузы из Узбекистана. Сама она говорит, что ягода вкусная и сахарная. Мол, люди подходят, покупают, а потом приходят еще. Нулифар согласилась даже разрезать арбуз и показать мякоть. Это отрезы, это красные, хорошие, вкусные. Вот попробовать можно. Понравится, не понравится. Как вам? Хорошие. А как вы думаете, не рано еще для арбузов? Нет, там два раза в год бывает урожай. Многие лотки на рынке заставлены арбузами и дынями. Большинство рязанцев уже привыкли, что бахчевые культуры появляются только в августе. Однако сейчас их уже предостаточно. Продавцы говорят, что это ранние культуры. Вообще сейчас первый арбуз, он идет дагестанский. Ну, разрезали, пробовали. Первый, конечно, узбекский был невкусный, а этот сахарный, отличный арбуз. Ранние арбузы продаются по 40 рублей за килограмм. Вес среднего, по словам продавцов, 8-10. И люди берут. Июль на прилавку уже арбузы, дыни, как вы считаете, рано, не рано? По-моему, нормально. Жар в этом году вроде. Ну, а в этом году не пробовали еще? Нет, тут хотим попробовать. Конечно, не рано. Очень даже рано, можно отравиться. И были случаи такие у нас. Ребенок попробовал. Я считаю, что нормально. Это уже давно, уже в ходе нашей традиции, то, что в начале июня уже кушаем арбузы, дыни. И довольно-таки вкусно. Продавцы говорят, что есть ранние сорта. Созревают они как раз к концу июня. Здесь главное арбуз правильно выбрать. И сами продавцы подскажут, как. Ну, вот это вот отлично будет. Это девочка. Вообще отличается вот пятно. Зрелость арбуза, желтое пятно. Вот здесь вот идет, значит, он. Это девочка, мальчик, вот он. Маленькая сердцевинка всегда. И, конечно, вот он, когда засыхает. Это зрелый арбуз. Эксперты все же советуют от покупки арбузов воздержаться. Говорят, что зрелые плоды появляются ближе к концу августа. Да и созревают такие арбузы естественным путем, без использования нитратов. Но стоит отметить, что ни один из продавцов документы на арбузы так и не предоставил. Говорят, что будут в ближайшие три дня. Потому что теперь выдают один сертификат на целую фуру с бахчевыми культурами. Поэтому покупать ранние сорты или нет, каждый пусть решает для себя сам. Валерий Седов, Игорь Глоутов. Телекомпания. Город.